Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Самые урожайные сибирские сорта. Я начала снимать серию видеороликов про те томаты, которые заслуживают особого внимания, про которые нужно сказать особо, и петрушу огородника, вот этого, я не могла мимо него пройти, потому что он тоже очень урожайный сорт, хоть и не однозначный, не у всех получается, но этот сорт был внесен в реестр селекционных достижений Российской Федерации, и этот сорт у многих получается очень хорошо. Как вы видите, у меня натюрморт тут опять поменялся, вот добавились алые свечи, великолепный сорт, вот жаростойкий, о котором я расскажу позже, но сейчас буду рассказывать только о петрушу огороднике, он у нас главный герой этого фильма, потому что это замечательный сорт. Чем он хорош? Растение невысокое, детерминатное, штамбовое, не требующее посынкования и вообще не требующее особого внимания. Куст крепкий, коренастый, высотой до 60 сантиметров, что облегчает уход, именно что не нужно ему вот эти натягивать высокие шпалеры, некоторые вообще без подвязки его выращивают, он наклоняется, ложится, все. И плоды вот такой удивительной формы, очень красивые, алые, вот такие вытянутые, цилиндрические и немного с такой острой вершинкой. Вот они могут быть более острые или, например, могут быть вот такие потупее осик, ой, носик потупее, вот такой как толстенькие, но все равно, они все немного вытянутой формы, круглой их почти нет. В этом году у меня петрушина рос великолепный, вот такие вот плоды, прям один к одному, я на кусте уже показывала, вот кто просит на кустах показывать, кому интересно, отматываете, летом показывала какой куст, как они висели, вот эти сардельки. Ну, великолепные плоды, огромные такие, разломишь они, мясистые. Вот средний вес указан 150-180 до 300 граммов, но они бывают еще больше. У меня вот нынче один получился вот такой, как, ну, вероятно, сросшихся 2, вообще 400 граммов. Это тоже петруша. Ну, срослись, вероятно, 2 к цветочкам. Потом, вот не все, я уже говорила летом, что не все овощеводы довольны вот этим сортом, не у всех он получается. Многие говорят, что он у них как, как бы сказать-то, он чрезмерно вот такой покрывается пасынками, превращается вот в такое, прям в зеленое дерево, а плоды мельчают, и их очень мало. Но у меня тоже он не сразу получился, но пробуйте еще и еще раз. И в конце концов петруша получится. Есть много людей, которые влюбились в этот сорт с первого раза. У некоторых получается сразу, у некоторых нет. Вот в этом году в теплицу посадила первый раз петрушу. В теплице он у меня получился не очень. Он действительно зарос вот этой, вымахал здоровый, зеленый, как дерево. Плодов было не очень много, на улице плодов больше. И он на улице лучше себя чувствует, потому что там свободно. Он у меня раскинулся во все стороны, как большое дерево. Еще раз хочу сказать про рассаду. Очень выгодная рассада, красивая, коренастая, не вытягивается, всегда здоровая. Но сейчас я вам прочитаю, что говорит о этом сорте производитель. А вы можете пока полюбоваться. А, ну нет, я вам, наверное, тоже покажу. Извините за такой вот старый-старый, замученный этот, ну, пачечку, образец. Так, петруша огородник, новинка. Этот новый сорт алтайской селекции сразу обратит на себя внимание садоводов низкорослыми кустами, обильно украшенными красивыми розовыми плодами, овально-одлиненной формы. Томаты массой до 200 грамм, мясистые, сахаристые, очень вкусные, как в свежем, так и в консервированном виде. Сорт среднеранний, дружно плодоносящий. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте пленочных укрытиях. Практически не требует посынкования. Высота 50-60 сантиметров. Урожайность 4-6 килограмм с квадратного метра. Так, на 1 квадратный метр размещают до 5 растений. Ну, тут смотрите, видите, производить очень скромно. Производитель указал его почему-то вес плодов. Это старая пачка, я уже давно ее видела. До 200 грамм. Но вообще люди, по отзывам садоводов, выращивают и 250, и 300, и 350 грамм в особо хороший год. Вот у нас нынче год был засушливое лето, влаги ему не хватило. Вообще он вырастает очень хороший, очень большой плод, красивые. Вот этот сорт я, конечно, рекомендую. Но я не могу вам, как сказать, я не могу вас заверить, что он получится у вас сразу. Но он стоит того, чтобы с ним поэкспериментировать и попробовать. Вот это сорт петруша алтайской селекции. Это именно наш сорт сибирский. Вот видите, здесь у нас, как всегда, снежиночка. Это значит, что вот эти великолепные, алые, мясистые, такие сладкие плоды можно вырастить в открытом грунте и в сибирском регионе, и во всех других регионах, где холодное, короткое лето для открытого грунта он идеален. И если вы хотите получить хороший урожай, вы его почти не трогайте. Я вот его высаживаю, он растет сам по себе. Потом прихожу до первой вот этой плодовой кисти, удаляю пасынки, потому что у нас лето короткое, он на них тоже образовал бы плоды, но они не успевают вызреть. Я вот какие не удалила в этом году, там маленькие такие петрушки висят, они, вероятно, не поспеют, надо было все общипать. Вот несколько вот этих нижних пасынков до первого цветка удаляю, и все. Он у меня все лето без всякой заботы моей, без дополнительного какого-то внимания, ухода. Дождь поливает, если весь огород и его поливает. Дополнительно поливала всего два раза, потому что я просто не успеваю. И все равно он дал вот такие очаровательные, такие крупные, мясистые розовые плоды. Это значит, он еще раз доказал, что он очень неприхотливый, очень выносливый. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это самые урожайные сибирские сорта томатов. А именно петруша и огородник. Субтитры создавал DimaTorzok